всем привет дорогие друзья с вами я тут сегодня мы продолжим играть westland 2 и как вы помните в прошлый раз мы спасали до монту от нашествия роботов у нас есть приказ вернуться в наш офис а то бишь в офис а рейнджеров чем мы быстренько его найдем где же у нас этот офис давайте просто на карте глянем так стадель рейнджеров и давайте там переходим все побежали можно даже ускориться по быстренькому сейчас мы туда вернемся и скоро в ближайшее время нас уже ждут с вами большие перемены мы скоро с вами отправимся на новую карту но перед этим у нас будут сами щуку и какие дела цитадель вызывает отряд рейнджеров эко пожалуйста ответьте продолжайте эко рад вас слышит смотрите пока с вами не было связи возникли сложности с красным красным скорпионом из-за чего-то вожа под хвост попала не посылает отряда на нашу территорию чтобы запугивать население срывать наши планы данфорд называет это местью за злодейство рейнджеров а я вообще не понимаю чем он в общем нужно остановить это ясно ясно к сожалению все остальные отряды сейчас преследуют их ударные группы так что вы будете действовать в одиночестве нужно попасть в тюрьму и узнать чего это данфорд взбеленился если вы не сможете успокоить его или договориться о мире тогда сделайте то что нужно сорвите его планы уничтожьте базу убейте или захватите его снова все равно как но отцепите от нас этого клеща мы не сможем отправить вас в лос-анджелес пока вы не разберетесь с этой проблемой это ясно ясно и к 1 тогда за дело итак друзья нам дали заданием чтобы мы могли с вами вернуться в тюрьму тюрьма у нас находится где-то здесь вот она у нас и мы идем туда пришлось маленький кружочек сделать бежим не будем драться окей и вот мы сами в тюрьме так красный скорпион закрыли глаза на то что мы рейнджеры постоянно на что раньше постоянно нарушать наши границы мы смирились нападением на мирных жителей солдат мы сносили их посылки и обратились против нас города который мы защищали но последних деяния уже такое рыжие убивают наших собак они заразили наших верных гонщик наших лучших друзей и партнеров кошмарной болезнью который убивает жестоким варварским образом лапы собак кровоточит и спасти течет пена глаза гнается они перестают есть потом перестают ходить а потом так вегас ты ведь меня слышишь в этот раз ты зашел слишком далеко это не одна собака а сто их и ты обидел не какого-то мальчишку от своего заклятого врага я приду за тобой варгас варгас первое обращение было я знал что так и будет но я выжидал строил армию тренировался готовился к тому дню когда мы возьмем всю аризону бросим рейджеров подыхать на песке где мы место ну ты вынудил меня варгас подпустив заразу моим сам ты подписал себе приговор твоя так короткая жизнь подходит к концу ты сдохнешь варгас и твою голову я надену на заборный столб короче заходим в тюрьму разборки я уже понял почему они взберегились да ну потому что кто-то отравил их собак ну и собственно вариант у нас два либо замочить всех либо разобраться с этой фигней прежде чем мы их замочим нам нужно было бы неплохо разобраться как-то вступить с ними в контакт побеседовать что там с этими собаками ну давайте попробуем потихонечку пробраться на нужную нам позицию может не знаю получится у нас это или нет здесь у нас на бензоколонке был магазинчик раньше я смотрю что здесь нету торговца торговец ушел так может быть здесь еще что-нибудь есть нужное нет здесь больше ничего я не наблюдаю ну что ж тогда бежим дальше в общем то мы здесь уже все выкапывали с вами все что можно было у нас огромная бандочка идет наша так наверно нам вот сюда вот я уже что-то не помню куда идти то там вот да вот сюда ну давайте потихонечку пойдем так тут у нас какие-то докладывать ка смотрим кажется здесь что-то закопано о давно мы с вами ничего не за не откапывали давайте попробуем откопать посмотрим что у нас здесь есть но всякая фигня окей идем дальше я уже не помню выносили ли мы здесь пост или нет судя по тишине вроде как выносили иначе на нас бы уже доверен да наверное давно бы напали еще для ничего в ящике в ящике всякая шелупонь и идем с вами дальше заходим в тюрьму да теперь осталось пробраться туда внутрь как вы помните прошлый раз когда мы сюда посещали первый раз нас не пустили скорее что вы слишком слабые дети типа друзей наберите потом будете сюда заходить так ну нам теперь осталось туда зайти зря я наверное сюда пошел сейчас посмотрим куда мы с вами поплетемся не знаю пусть будет сюда надо небольшими шишками эти потому что здесь мины могут быть нам было бы неплохо их как-то пойти вот здесь мои мины сняли я вижу значит можно подниматься наверх достаточно смело сюда вот идем я надеюсь что сейчас у нас столкновение никаких не будет сзади у нас четыре наших дополнительных бойца идет два робота о-о-о-о так ну-ка job вы все виноваты рейнджеры если бы вы убили красных скорпионов как я вам сказал мне бы не пришлось о боже пришлось не пришлось бы что я это я заразил собака потом сказал скорпионам что это сделали рейнджеры я больше ничего не смог придумать чтобы заставить вас убить данфорда как давно уже пора как-то заразил собак есть одна болезнь называется опухшая лапа я видел больных ею диких собак я поймал одну такую и привел на ферму бедные сторожевые собаки зараза так быстро разошлась я собирался вылечить их как только вы начнете воевать со скорпионами но потом понял что если я так сделаю данфорд догадается что их заразил я и испугался да и план то мой не сработал рейнджеры должны были надрать за дэнфорду а вышло наоборот теперь скорпионы будут править везде так у тебя есть лекарство да но я не могу дать его собакам комендант датфор сразу бьет меня мы пытались его прикончить у не смогли пойти мимо турели и ты должен вылечить собака признаться дэнфорду так 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 вы бы мне могли сказать я бы никогда не стал заставлять его нападать на вас если бы знал что вы не можете твою мать я все запорол так ты должен вылечить собака признаться дэнфорду заставить нас я пытался вызвать к вашей позвать к вашей жалости но вы не слушали судьбы белых фермеров не волновали вас настолько чтобы найти данфорду в тюрьме убить его вот я вынудил его напасть на вас я знал что прямой грузовый от прямой грузы не сможете уйти ты должен вылечить собака признаться дэнфорду но но дэнфорд этих собак любит больше чем людей у меня на части порвет вы должны меня защитить я туда не пойду мы все сделаем за тебя данным лекарства и мы его отнесем так ну ладно но я это делаю только ради собак зря и так с ними поступил нужно всего одна капля здесь больше чем вам за всю жизнь понадобится пожалуйста не говорите ему что это был я мне очень жаль что так вышло ладно до свидания вот такого у меня в прошлый раз не было он точнее видим я прошел мимо этого тела и такой беседы у меня не было так что друзья видите это полезно перепроходить игры я просто пришел и всех там убил к чертям собачьим дам как то так ой 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 ловушка сработала это плохо то почему мы и не обнаружили я вот этого не понял кто-нибудь у нас ранены есть нет вроде как все целые так ну нам теперь нужно будет дойти дом турели здесь будут наверное мины преступников тюрьме как удачно если бы мы только могли еще и запереть да хорошая идея так у нас здесь медикаменты давайте потихонечку полезем неужели у нас нету здесь мин теперь нам нужно вот эту штуку сделать включить ну давайте побеседуем итак убийцы собак вернулись зайдите за камни рейнджеры прошу вас подойдите и убрите как убитые вами собаки мы нашли лекарства для собак давайте поговорим лекарства у вас серьезно даже не верится я ладно рейнджеры не стану пускать шанс вылечить моих собак но если вы нам врете он конец вы слышите так ну что давайте пройдем если мы его собираемся умирать то мы можем починить вот этого робота там будет возможность дать команду атаковать либо людей либо вот эти вот пушки и потому что пушки видите да с каким уроном и он тогда вот что проедет они взорвутся вот но так как мы сейчас можем двигаться мы двигаемся вперед попробуем миром завершить все эти дела только где же у нас находится данфорд руки держите на виду и идите ради вас же надеюсь что лекарство у вас идите рейнджеры ну давайте идем высокий человек с тяжелым взглядом про пурманным а шрамом по всей четко очерченной левой щеке ненависти в его глазах достаточно чтобы сжечь вас дотла полковник термин камбелл я бы очень хотел порезать вас на части и скормить нашим собакам если у вас есть и правда лекарства тогда стойте где стоите ждите босс идет если у вас нет лекарства тогда подходите будет вас последний шаг нас есть лекарства так комендант идет отлично посмотри на те кто сделал с тобой а а потом я их убью так предводитель красноскорпионов гораздо моложе чем вы ожидали ему вряд ли больше 30 это широкоплечий парень с детским речком который не скрыть никакой броней или грязной бородой он переводит взгляд со своей больной собаке на вас его взгляд из теплого становится ледяным короче рейнджеры мне сказали вы можете вылечить моих собак о мертвых воскрешать можете вернете мне рекса так согласись заключить мир с рейнджерами тогда мы вылечим твоих собак вы ради этого все задумали до ловко такая чтобы меня наконец-то поставить на место сначала вы заражаете моих собак чумой знаю что я с ума сойду и нападу на вас а потом когда я устал и отчаялся приходите сюда предлагайте лекарства и ждете что я буду целовать рейджером задницу а идите кого в жопу я тренджеров только такой подлинки ждал так что на нее не куплюсь так мы не заражали собак кто такой рекс вы не знаете имя а как насчет бобби такого знаете но конечно нет рейнджеры просто долбанный паровой каток что им дали имен те кто слаб и раздавлен под их пятой так вот позвольте рассказать вам историю жил был когда-то в хайпу ли мальчишка с собакой на однажды в город пришли рейнджеры и убили собаку сказали у нее бешенство но зачем тогда было стрелять и в мальчика когда он был вооружен лишь пневмонической винтовкой разве удивительно что когда мальчик выкарабкался из могилы он поклялся отомстить рейнджером сторицей и разве удивительно что он основал самую большую крутую банду в окрестностях сделал пустынных рейнджеров и и врагом номер один ты малыш и собственной истории ты бобби твоя мать всего до 15 лет понадобилось при студии а теперь угадай размер дырки которые проделывать а в горове в голове так не веришь что мы не виновны а почему по я чему поверишь что мы можем тебе предложить договориться можно только так вы вылечите моих собак а я не буду вас убивать или так или никак сдать можно раба еще мы не заражали собак это сделал один из твоих рабов снова в люте рейнджера если вы не заражая собак туда так докажите у нас нет доказательств нашей не новости но мы говорим правду ну конечно рейнджеры всегда горят правду вот вам моя правда когда закончим разговор вы умрете что же нам сделать твоя банда простые бронем грабители теперь ополчение рейнджер мы здесь закон очень скоро мы будем законом для всей аризоны я всегда мечтал показать вам сраным ковбоем тираном какими должны быть миротворцы нужно людей уважать и убивать их детей облагаешь своих людей непомерными налогами деда и делаешь их рабами на ферме такое твое уважение у меня у нас переходный период я в срочном порядке избавляюсь от паршивых овец а защищать легче тех кто находится под жестоким контролем если все работают на нашей ферме нам не надо обходить отдаленные хижины и лачуги так всем лучше верно вы спрашивали людей счастливы ли вы они люди иногда не понимают своего блага порой нужной силой заставлять их принимать верное решение поверьте мне потом они скажут спасибо что-то мне это напоминает друзья ну да ладно давайте дальше если бы пустынные рейнджеры заставили тебя работать на ферме ты бы нам спасибо сказал это совсем другое дело рейнджеры бандиты и собака убийцы им наплевать на нужды простого народа а твои бандиты именно избивают простой народ насилуют его крадут его собственность почему это лучше чем чем чем-то лучше вы чем рейнджеры потому что потому что ладно может заставлять людей силы и не лучший вариант но как еще вы предлагаете их организовывать и защищать как и предлагаете нам будут добывать снаряжение оружие если не из налогов согласитесь на перемирие с его мы покажем тебе как мы это делаем уже много лет х нормально чтобы я принимал советы пустынных рейнджеров с какой-то стати к нам стоит прислушаться потому что мы добыли лекарства для собак просто вежливо попросив а у тебя силы ничего не вышло ладно рейнджеры ладно убедили думаю что нам есть чему научиться хорошего лечите моих собак я отзову своих ребят и сяду за столу переговоров но обещать ничего не буду а если убьете хоть одну мою собаку сделка отменяется и вы трупы начинайте с рейны потом идите на псор и возвращайтесь когда закончится так ну что так нам нужно лекарство дайте вызов сделаем доклад отлично спасибо и сейчас тогда кто у нас там от носа посмотрим по навыкам 7 энергетическое оружие зоркий глаз давайте вот этот выберем распределить очки окей так смотрим снаряжение нас где-то должно быть лекарство для собак ядерная граната обезболивающее тэнк стэнк 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 где же ты где авто сортировку сделаем аптечка где-то должно быть лекарство противоядие это не то у кого же она лекарство от чумы так добавить на панель навыков давайте попробуем рейна и уже лучше чудесно псарню рейнджеры скорее ну что давайте где-то здесь еще собаки должны быть где вот они давайте бежим сюда так он одет баронее ополчение но развязанности как раз на скорпионов нем нет это спокойный мужчина в годах и судьба собак за которых он отвечает ему не безразлична вот не думал что вижу рейнджеров в нашей тюрьме комендант дэнфорд знает что вы здесь да он попросил нас вылечить собак тогда понятно обычно он про вас говорит что как про демонов человеческом обиличе но собак своих он любит они сейчас сами видите им любая помощь пригодится даже от демонов так а что случилось с собаками не знаю что с ним 1 заболела сеги сначала язву на лапах потом есть перестал потом умерла сначала подумал от старости но потом все собаки заболели народ это тяжело перенес а бабе хуже всех расскажи мне о бабе комендант дэнфорд с виду жестокий человек но собаки его слабость да и наш тоже не знаю как мы переживем если они все умрут ты можешь их вылечить бедняшки я ничем не могу помочь разве что успокоить как-то если вы их вылечите но я буду вам очень благодарен мы постараемся их вылечить боби говорит что вы антихристы но мне в общем-то плевать если можете помочь нашим собакам значит вы нормальные ребята до свидания давайте помогать так одна готова боже мой есть давайте следующую я не думал что я буду заниматься лечением собак это просто какая-то жесть но вы знаете мне это приятно делать боже мой у вас правда есть лекарства так ну что давайте продолжаем лечить так лечим дальше сварга змеи что-то здесь делает так идем дальше следующую собаку колда теряет лекарства собачьей чумы да чтоб меня скажите данфорду он до потолка прыгать будет давайте пообщаемся с сваргасом со спутанными волосами тоненькой бородой вы видите изможденное грязное лицо под бородкой заметен собачий ошейник с очень знакомым жетоном жетон болтающиеся на ошейнике это звезда пустынных рейнджеров на ее обратной стороне выигрывало имя с дубыч сваргас змеи вы кто где хозяин кто хозяин хозяин хороший хозяин бьет сваргаса только когда он плохо себя ведет сваргас любит хозяина вы пустынные рейнджеры а ты кто я сваргас змеи я плохой пёс ты не пёс ты человек нет я пёс плохой пёс плохой плохой пёс не бейте меня хозяин не бей меня у тебя на жетоне написано дубич это плохое имя плохой плохой меня зовут сваргас змеи я плохой пёс до свидания ну что давайте попробуем пообщаться с местным боссом где он у нас штурмовик куда ты делся красавица где-то данфорд телохранитель вот он давайте пообщаемся вы вылечили моих собак в псарне да фу хорошо с этим все бегите к старому змею передайте ему что я хочу поговорить обещать ничего не буду но поговорим это он нашего главного что ли считает змеем в общем друзья в прошлый раз я здесь всех перебил немножко пришлось повозить с но мне такой исход намного больше нравится чем то что было до этого может быть про этого сваргаса нет до свидания в общем странный чел какой-то так ну что друзья давайте отсюда выходить и двигаемся дальше в наше уже логово как мы и хотели по плану идти только я тут запутался куда нам идти нам вот сюда нужно пробежаться будет давайте-ка глянем сейчас мы с вами задание вернитесь за новым заданием помочь и дубай чё вски нужно найти остальные части дневника убить коменданта дэнфорда и освободить веселую долину от старых джоб дал нам лекарства от собачьей тюмы и попросил вылечить собак в тюрьме мы обещали что не расскажем что же чему выпустил он странно ну ладно давайте попробуем вернуться вроде как мы все выполнили но почему-то не совсем считается чтобы все выполнили посмотрим жалко что мы не можем связаться с цитаделью и с ними пообщаться дистанционно что нам нужно идти именно в цитадель это конечно очень обидно так нам нужно вот сюда вот короче идти я надеюсь что скорпионы будут нормальными пацанами вот единственная не совсем понятная ситуация которая с этим с варгасом змеем который там стоит так стоп давайте-ка пообщаемся с джобом ну что вы сидели вы вылечили собак но собак молчину с данфордом с ним все сложно сложно вы о чем сложного что он всадить этой мразью пулю в башку мы с ними заключили сделку чтобы остановить войну между кс и рейнджерами вы вы заключили сделку с этим мясником с этим грабителем разве я не говорил вам что он наделал разве вы не видели что с нами стало на же превратили в рабов да будь она проклята я больше не могу так жить если вы трусы не собираетесь ничего делать сделаю я может за мной пойдут и другие эй чел куда-то побежал вот что такая настоящая храбрость рейнджеры короче зря он туда пошел ну-ка давайте-ка мы и глянем что у нас здесь так нет за это задание у нас разрешилось ну не знаю какая-то фигня они живу просто сейчас убьют и все фигня какая-то ладно давайте двигаться дальше что делать то очень далеко здесь прям выбираться наружу дам ну а что делать ничего не поделаешь приходится выбираться иногда вы не сможете выполнить задание таким способом как хотели в этом нет ничего страшного тебя существует на несколько альтернативных путей да в этом плане конечно игра интересно что не говорите мы с вами идем к выходу очень-очень далеко к выходу где-то здесь выход идем в город изумрудно идем толпой безумной да где здесь выход ее мои такие длиннющие локации может быть не нужно было с ним говорить с этим челом так вот он выход наконец-то все друзья пришли давайте отправляемся в исланд сейчас отправимся с вами на нашу основную базу надо было водички взять с собой наверно попить ну я надеюсь что у нас все хватит нашей провизии для путешествия в цитадель рейнджеров вот она у нас перейти давайте быстренько туда отправимся сейчас и справимся с заданием побег окей бежим дальше да пропустить не нужен ты нам торговец нафиг бежим дальше так все мы в цитадели и сейчас узнаем что у нас будет дальше по идее нас как-то должны наградить за тюрьму по идее и дать новое задание отправить с вами на новую локацию совершенно новую на которой мы еще с вами не были дать водички налью хороша вода идем в цитадель так есть идем к нашему начальству сейчас будем получать втык а где где начальство то начальство нет гренадер тут у нас какой-то ходит что-то я не понимаю так давайте-ка для меня запасу на скудные снаряжение продажа барахла до свидос так 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 вот кстати у нас алекс каниум здесь где-то ходит мастер гренадер страна что он здесь делает именно вот в этом месте не совсем понятно так то видимо нам не сюда нужно идти в главное здание где у нас главное здание вот здесь вот давайте пойдем туда сержанты тут всякие да вот он у нас генерал варгас так добро пожаловать рейнджеры господа офицеры скоро я подробно расскажу вам о ситуации капитан мир капитан подсказывает что лейтенант вудсон вот-вот запустит прямую трансляцию так что обождем пока скажу что мы отправили вудсона с отрядом в окстрот в лос-анджелес чтобы основать там базу и пока все продвигается неплохо за последние 48 часов они нашли источник воды начали строить стену периметра и приступили к поискам источника сигнала который вы могли запеленговать когда они его найдут вы отряд эко отправитесь туда чтобы усилить нашу группировку и больше узнать о территории как у нас дела со связью с минуты на минуту будет генерал к сожалению пока мы не сможем использовать источник такого мощного сигнала в лос-анджелесе связь с вудсоном на земле будет невозможно чтобы обмениваться сигналами с резоны ведь горы нужно подняться выше через горы нужно подняться выше 600 метров мы назначили сеанс связи на тот момент когда вертушка 1 будет в воздухе надеюсь преодолеть спасибо меркантаб включайте грубые говорители да сэр один момент вертушка 1 это этил меркантаб цитадель вы готовы говорить с генералом хорошо слышите меня цитадель слышу вас хорошо привет змеи в южной калифорнии отличный денек привет анжела расскажи что видишь слушаюсь генерал это наш первый полет на запад от санта фея спрингс и пока все без особых отличий все как вчера знаю что повторять но тут такие просторы развалины следы дым кое-где идет из труб на пустых площадях разбитой фермы местные выходят посмотреть на наш вертолет ничего больше не вижу пока никакой радиовышки способной господи же бой же мой генерал я просто вот это да я вижу очень много воды никогда не видел генерал кажется это тихий океан я никогда не видел столько воды сразу ее больше чем суши я капитан я вижу какие-то большие сооружения на два часа по координатам это тюлений пляж да вижу я вижу их генерал мы приближаемся ну к чему-то вроде склада или фабрики впервые вижу такое большое капитан строение обитаемого повсюду там кто-то есть повторяю я вижу фигура на поверхности на юге на западе внутри ограды жду указаний вперед живые только медленно я хочу взглянуть поближе приготовься маневрировать по моему сигналы ясно вас понял капитан выполняю тут все основательно устроено генерал следы и ремонта зданий в хорошем состоянии свежая краска все такое вокруг него кажется большое поселение какие-то капитан я ясно вижу эти фигуры моя мама мне кажется это не люди координат пилот где я нет на девять часов капитан они похожи на да роботы черт генерал мы видим роботов больших роботов раза в два больше тех что были раньше они военные это точно я вижу оружие системы прицеливания войсковые знаки похоже они занимают позиции вдоль периметра готовится к обороне пускай отходит меркантеп мне это не нравится да генерал вертушка один уходите приказ генерала повторяю капитан в нас целиться советую срочно уклоняться вас поняла я пилоты резко на север 008 генерал простите нам придется они стреляют рейнджеры я не могу словами выразить свое горе слышать такое слышать как во время выполнения мирного задания гибнут отважные мужчины женщины как их убивают без предупреждений простите меня не знаю кто это сделал и почему но я не допущу чтобы операция оказалась сорванным более того как только укрепят мою решимость восстановить верховенство закона в лос-анджелесе если тамошние дикари обладают столь большой огневой мощностью потом мы должны вмешаться люди должны быть освобождены из-под их тирании эко вы отправляетесь на базу отряда форпост в санта прингс и продолжите их работу наладите работу оперативной базы установите контакт с местными найдете радиовышку чтобы поддерживать связь с цитаделью и транслировать наше послание о будущей победе законы на окружающей территории далее у вас будет два основных тактические задания во первых вы будете искать источник радиопередач армии гост оба господа и детей цитадели которые мы слышали и сообщать о результатах во вторых вы должны узнать кто сбил вертушку один определить какую грузу на представляет для того региона для нас наконец самое важное вы постарайтесь заручиться поддержкой обитателей лос-анджелеса убедить их что рейнджеры достойны доверия будете делать это оказывая всю возможную помощь наказывая грабителей преступников доставляя воду и еду люди лос-анджелеса должны знать что рейнджеры пришли как спасители они как завоевателя потребуется время чтобы подготовить все необходимое для путешествия так что если у вас остались дела в аризоне или если вам нужно запастись оружием броней боеприпасами вас есть такая возможность отправляйтесь в лос-анджелес вы не сможете вернуться пока основная задача не будет выполнена так ну что давайте мы сделаем с вами обстановку вокруг тюрьмы мы смогли договориться о перемирии с комендантом данфордом старшему красных скорпионов скоро он свяжется с вами насчет переговоров так вот это да и к данфорд так раз при распалился называя нас где-то убийцами чудовищами что я уже не верил мирный исход буду изо всех сил стараться чтобы мир со скорпионами продержался подальше для всех в аризоне только лучшим доклад так получили доклад давайте узнаем про детей цитадели о них мы знаем очень мало и возлагает безумец который считает что люди должны стать едиными машинами будьте осторожны во время разведки они могут оказаться непредсказуемо агрессивны армия господа будьте осторожны с ними кажется они призывают к открытой войне со всем остальным миром держите оружие наготове до свидания когда будете готовы приходите на вертолетную площадку мы вас перебросим вольно друзья но вот такая вот у нас сегодня получилась серия мы справились с обитателями тюрьмы теперь они к нам нормально скажем так относится я надеюсь что они перевоспитаться и будут хорошими мальчиками девочками это ну а мы же с вами ближайшее время отправляемся на новую территорию но все это мы уже узнаем с вами следующей серии большое спасибо что смотрели приходите еще дальше будет еще интересней всем пока пока